Добрый день и всем привет из берегов Северного моря. Наконец-то я смогла осуществить уже давнюю мечту, как только карантин будет у нас ослаблен и будет возможность путешествовать при первой возможности поехать к морю. И вот сейчас у ваших ног Северное море. Такое холодное и такое бурное, но вы видите, это воскресенье, 9 мая, и здесь столько много людей наслаждаются солнышком. И вы видите, дети даже плещутся там в воде, я не знаю, наверное, не очень тёплая водичка, но можно попробовать. Итак, я сейчас буду спускаться со ступенек, может быть, у меня камера будет немножко болтаться, извиняюсь, чтобы приблизиться к морю и показать вам, как выглядит Северное море. Очень соскучилась по морю. Здесь такой небольшой ветерок, дети просто наслаждаются. Этот пляж, на котором мы сейчас находимся, куда мы приехали, очень чистый. И он, как сказать, получил много наград именно здесь, в стране, да и вообще, по-моему, в Европе по своей чистоте. Поэтому я сейчас даже покажу, может быть, какой чистый-чистый здесь песок. Посмотрите, изумительные. А сейчас пойдём ближе к воде. Вот эти флаги, жёлтые и красные, это предупреждение о том, значит, что плавать-то не особенно рекомендуется. А вот жёлтая, ну как вот лодка, что ли, напоминает лодку такую форму, называется lifeguard. То есть это говорит о том, что здесь сейчас работает спасательная служба. И вот на много-много километров, если вот посмотреть в левую сторону, вот такой берег. То есть исключительно песок. Всё очень-очень хорошо просматривается. И можно просто, если есть желание и время, идти и идти, идти вдоль вот этого берега по песку. Сейчас я повернусь направо и покажу, опять-таки, как этот берег выглядит с правой стороны. То есть вы видите, что называется ни начало, ни конца. Сейчас я хочу попробовать воду. Подойти так, чтобы не попасть в воду, а просто в рукой. Да, водичка, конечно, прохладная. Я пришлось быстренько отбежать, иначе я бы была под водой в своих водах. А вот эти валуны, они здесь не случайно. Это для береговой защиты, чтобы, когда море выходит из берегов, и волны высоко-высоко поднимаются, вот предохранить, что ли, береговую полосу. И вот вы видите, здесь в виде ступенек. Ну, набережная не назовёшь это набережной. Но, как я сказала, это своего рода такая береговая защита. Много людей, особенно семьи, маленькие ребятишки. То есть раздолье просто. Много гуляющих с собачками, если вот видите там. Прямо даже по водичке бегают. Вот так выглядит Северное море. Это здесь небольшая деревня, куда мы приехали. То есть исключительно из-за того, что берег очень чистый, много песка, и вот так вот при жаркой погоде просто полежать, поваляться в песочке. Ну, если водичка позволяет поплавать, то лучшего нельзя и пожелать. Туда, если подняться чуть-чуть выше, значит, где непосредственно вот эта маленькая деревенька, куда мы приехали, там есть все необходимые услуги. То есть есть там и магазинчики маленькие, ресторанчики, которые продают так вот покушать, перекусить, кофе, чай попить, водичку. Потом всякие тут развлекательные, как обычно у моря бывают, заведения там поиграть, где можно, если любите. Ну, вот и так далее. Всегда есть смелые люди, которые не останавливаются ни при какой погоде. То есть вот женщина прямо-таки пошла туда, в воду поплавать. Да, я сейчас проверила. Там, значит, объявление, что вот эти вот красные-желтые флаги, они означают, что именно между двумя вот этими флагами, где рекомендуется плавание. Поэтому здесь вот такое небольшое скопление ребятишек, где они забегают в воду и пытаются поплавать. Но вот та женщина, она все еще в воде находится. И там вот тоже ребятишки заходят в воду. То есть просто наслаждаются народ, я хочу сказать. И я вот сейчас сама подумала, почему так хотелось приехать именно к морю? Вот как я сказала, как только предоставится возможность, карантин снимут там частично, полностью выехать к морю. А, наверное, ответ очень простой. После того, как был как бы вот в клетке, что ли, закрыт, только можешь передвигаться вот по дому, выходить там и гулять в округе. Потом тебе разрешили, да, немножечко подальше можно пройти. Почему море? Вот вы видите, оно же такое бесконечное. Вот смотришь, и там вода, а там небо, и все это сливается, и этому нет конца. И, по-моему, вот эта вот какая-то бесконечность важна была, ну вот для меня лично, чтобы посмотрел не то, что из окна, не то, что выйдя на дорогу, а вот здесь вот, находясь на берегу, и сказал, да, вот это свобода, вот это свобода. И поэтому я хочу, чтобы все, у кого нет возможности вот так вот сейчас приехать к морю, посмотреть. Любуйтесь, вот она, бесконечность, вот она, свобода. И видите, какое место интересное. Здесь действительно находишься с природой как бы наедине, потому что море с одной стороны, береговая такая полоса прерывается вот этими валунами в целях защиты, как я уже объяснила. А вот с левой стороны, ну в данном случае, потому что я так камеру держу, вы видите, вот эта береговая линия, такие вот валуны, что ли, или как назвать, такая трава какая-то непонятная, которая растет на песке. То есть, настоящая природа, правда? Никаких домов, никаких тебе ресторанов или киосков. Вот исключительно песок, вода, трава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok